Туалеты для галочки? Этим вопросом задаются горожане, посещая Челнинские парки, такие как Прибрежный и Парк Победы. Условия для активного досуга посетителей созданы. Имеются спортивные тренажеры, детские площадки и многое другое. Однако невозможно сходить в туалет, из-за чего приходится страдать и детям, и взрослым. Парк Прибрежный – одно из популярных мест отдыха горожан. Здесь всегда многолюдно. Сюда приезжают покататься на лыжах, горках, да и просто прогуляться по лесу, что сегодня решила сделать Челнинка Елена Лебедева вместе со своим сыном. По словам девушки, она бывает здесь регулярно и давно заметила, что общественные туалеты не работают. Нас приучают к цивилизации, чтобы мы были цивилизованными людьми. Поставили туалет, а цивилизованно справить нужду никто не может в зимнее время. И вот ходят, что мужчины тут прячутся, женщины там прячутся, дети уж, конечно, более открыто ходят. Это, во-первых, конечно, некрасиво, а самое главное, что это здоровье наших детей. По словам Елены, летом общественный туалет работал, однако после наступления холодов его двери заперли. О том, что туалет не функционирует давно, говорит и внешний вид кабин. Они разрисованы, ручка сломана, а рядом выросла гора мусора. Люди разные бывают, и в отношении, если других допустимо, где угодно справить нужду, в отношении других это некорректно будет. Тут уже снег в желтый превращается по окраинам. Надо обязательно поставить и побольше. И в конце там тоже на набережной тоже не работает туалет. Я думаю, что туалеты обязательно нужны, потому что идешь, когда вот кто-то там, как говорится, справляется, ну, неприятно. Если уж не встерпешь, то придется бежать куда-то вон в кусты. А что делать? Бегать в кусты челнинцам придется до весны, так как именно на это время года запланировано открытие туалетов. Пока же они в нерабочем состоянии. Требуется ремонт системы отопления. К сожалению, строители не успели закончить систему отопления, значит, до зимы. По весне, как только плюсовая пойдет, мы откроем, там все будет работать. Парк Победы – еще одно любимое место отдыха челнинцев. И здесь тоже есть бесплатный туалет, который расположен вот в таком небольшом здании. Однако челнинцы жалуются, что и здесь туалет не работает. Сейчас проверим. Как видите, дверь действительно закрыта. А вот в Парке Победы туалеты открыты, но лишь по праздникам. По словам директора парков культуры и отдыха Рима Софиулина, в обычные дни горожане ими не пользуются. И содержать помещение получается накладно. В отличие от посетителей Прибрежного, гостям Парка Победы повезло. Рядом находится шахматно-шашечный клуб, где туалеты работают всегда. И, как оказалось, пользуются спросом, независимо от даты на календаре. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.